1 мая, 1 июня, 14 год, Харьков, 17.50, по-моему, 17.50 по Киеву. Так, здесь, возле Ленина, уже, я так понял, на исходе митинг сил. Каких сил не вижу. Юго-Восток, Юго-Восток, ага, это, наверное, Гурьянов, Антон Гурьянов, нет? Save Donbass People, правильно написано в этом случае. Aggression of Ukraine. Вот тут всегда говори, да, ну, в общем, лейтмотив понятен. Коммунистическая партия, нет, наверное, не коммунистическая, это флаг Советского Союза еще. То есть, это просто ностальжи. Ну, и черно-оранжевая, черно-коричневая. Я не буду комментировать, что оно и для кого символизирует. Символизирует. Так, и в 18.00, и в 18.00. Возле памятника Шевченко впервые, по-моему, за два месяца должен собираться проукраинский митинг за Единую Украину. Где-то там. Сейчас туда подъедем, посмотрим. Сумскую чуть выше перекрыли. Никаких, 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 никаких этих дополнительных сил я не вижу. Милиция. Наверное, сейчас уже и не нужна, действительно. Много украинских флагов. По Сумску я сейчас выше ехал, просто до самого парка Горького точно висят флаги украинские, активистами развешанные. Был тут недавно инцидент. Попытались посреди ночи их коммунальщики снять. Так, люди примчались прямо посреди ночи и отстояли, заставили обратно повинствовать украинские флаги. Сумской политики с presents Замомой Замомой Все мы врагы, ПЕСНЯ 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 Россия. Каждый может это делать. Абсолютно каждый. Спасибо вам большое. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Это моя сестра. Я вам скажу, что она в Канаде уже 10 лет и 13. И 13 лет она не считала себя Украинкой. И она стала себя индифицировать как Украинка только в Канаде. Слава Украине! Декілька тижнів тому у Харкови проходил круглый стол национальной едности. Возможно, вы его видели или слышали? Мне, как простому харковянину, представнику Евромайдану, таки удалось туда попасть и задать какие-то вопросы нашим политикам. Основное, что кидалося в вечер, это то, что протягом десятков лет мы видим одни и те же самые обличия. Одни и те же самые обличия директорами наших вузов. Деяки из них герои Украины, но до того, как они не выходили сюда. Деяки из них постоянно чиновники. Деяки из них депутаты, министры. Там був такий депутат Геллер, я простой народный депутат. И все из него смеялись, потому что простых народных депутатов нема, а пан Геллер, он еще и мультимиллионер. Если кто-то не знает. До чего все это я веду? До того, что влада мае оновлюваться. Если те люди, которые керували нашей страной протягом 23 лет, не смогли что-то сделать для нее, мы выступаем за то, чтобы у влады приходили новые молодые обличия. Потому что именно эти молодые обличия, которые хотят сменить страну, они для этого что сделают. Одна из таких сил, которая представлена молодыми обличиями, это наши братья, которые здесь на Евромайдан выходят. Это партия «Демократичный альянс». Сейчас у этой партии серьезный испыт у Киевского района. И уже новая, так мы говорим, перехватная влада, каким-то чином намагается, ну есть такая подозра, не пропустить эти новые обличия до влады. Я прошу про эту ситуацию рассказать Викторию Черевко, глава нашего Харьковского областного отделения «Демократичного альянса». Друзья, добрый вечер, сейчас я хочу сказать буквально несколько слов, про то, что будет сложный из нас, если мы будем уверены, что после Майдана, после часткового обновления влады… В Луганске, что мальчика по обстановке ошибаются и пострадали, и так далее. А я скажу такую вещь, я докторую. Нет, молодец, хорошо. Вы знаете, мне кажется, и тут, что мы сделали очень…